Опасаются, что число происшествий с несовершеннолетними в связи с введенным в школах карантином может увеличиться спасатель региона. Именно поэтому они просят родителей не оставлять детей без присмотра во время вынужденных каникул и напомнить им правила безопасного поведения, а также все необходимые телефоны. Теперь на карантинной за ОРВИ гриппа закрыты школы не только в Иркутске, но и в Ангарске и Устилимске. В столице же региона принято решение продлить срок закрытия школ. У учеников появилось два дополнительных дня отдыха. Планируется, что к занятиям дети приступят в среду, 17 февраля. Таким образом, перерыв в учебе составит неделю. Отдыхать школьников отправили для того, чтобы прервать распространение ОРВИ гриппа в этой возрастной группе. Усилили контроль за состоянием здоровья воспитанников и в детских садах. В субботу Департамент образования по рекомендации Роспотребнадзора принял решение продлить карантин. Учителям пришлось в срочном порядке оповещать об этом учеников и родителей. В период пропущенных дней материал будет изучаться в соответствии с планом-графиком по учебным программам. будет скорректирован с использованием различных современных технологий. Это не повлечет перегрузки учащихся. И тем более, мы не намерены сокращать дни каникулярные, которые в рамках расписания предусмотрены в марте месяце. Отметим, что эпидемия респираторных заболеваний в Иркутской области пока не сдаёт позиции. За прошедшую неделю специалисты зафиксировали прирост во всех возрастных группах. Подтверждено 74 новых случая гриппа. Тем временем в некоторых регионах России эпидемия пошла на спад. Заранее закрытые учебные заведения начинают свою работу. В то же время специалисты заявляют расслабляться. Пока рано, в марте возможна вторая волна ОРВИ.